Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Далген Молген Молгарон 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 Я смотрю, ты уже восстановился, Ракутаген. Есть такое, Капитан Очевидность. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутаген, Капитан Очевидность. Айс Волл Кастом Варфейс 2022 РМ Конец сезона Завтра новый. Да. Но, но, самое главное, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Рабинович пришёл в клуб конного спорта. И говорит, я хочу арендовать у вас лошадь. Есть у вас такая услуга? Да, конечно есть. А какой именно хотите? Какой породы? Вы знаете, я хочу подлиннее. В смысле, подлиннее? Нас пятеро. Ха-ха-ха, да. Так оно и бывает. Рабинович-то шарит, красава ему кейти. Так. Угу. Ага, есть что-то по-любому, слышал? Ага. По-моему, они не здесь. Они здесь, Капитан. Я слышал, там где-то шуршат. Где-то у арки сейчас будут. Блин, через говно полезли, жопа. И этот ещё слился, и тот слился. Да ладно, вы шутите, сука. Нас двое. Против четверых. Какого хрена? Зачем так сливаться, ребят, с самого начала? Ни хрена себе, ты отважный. А у меня выбора нет. Паника по-любому контролится. А нет, не контролится, смотри. Вон. Где ты там? Лежишь, да? Давай-давай. Ага. Ага. Всё, понятно, отлично. Ха-ха, да. Ага. К панике кто-то идёт. Кто-то идёт. Паника, тут дымок, я сяду. Так, ага. Видно, не видно? Не видно. Хэдшот, бэйби, югэот. Спочина, мрачина. Благодарю, Днарино. Блин, мина стоит, сука. Никак не обойдёшь теперь. Я не знаю, что мне делать. Мне кажется, это слиты, потому что, потому что, ну, вряд ли они выйдут. Это, наверное, арка где. А, нет, тихо. Да, у меня. О, ну, это моё почтение. Это было красиво. Это благодарю вас, дружище. Всё дело в том, на самом деле, это им почтение. Они так вдвоём вышли. Я бы на их месте не выходил до последнего, пока я бы бомбу не взял. Я бы сдох, да. И всё, я бы до последнего бегал. Не, пацаны, смелые. Это хорошо. Смелые нам нужны. Пусть почаще такие будут. Это замечательно, я считаю. Так, ну ладно, посмотрим, посмотрим. Так, опаньки. Нагибчик пошёл. Опять шуршат. Пацаны, да вы не успокаивайтесь. Тихо, тут что-то. А, мама, да. Это был медик. Рекомендуется не умирать. Солидарен, да. Это соло-РМ, я уж понял. В большинстве случаев, наверное, ну, если не в 9 из 10, то в 7 из 10 точно. Если ты умер, команда раунд слила. Это по-любому. Ты должен какие-то важные, вот и как, хэдшот, деточка, действия сделать. И тогда, возможно, вы победите, даже если тебя убьют. Хотя бы минус 2 надо давать, а лучше минус 3. Тогда, вот, как бы успех. Либо ещё что-то важное сделать. Тогда будет успех. А так, не, если 1-1 вот так вот разменялся, это не считается. Это нагиб. Так. Хэдшот, деточка. Да. И последний где-то здесь бегает. По-моему, последний, да? Ага. Ага, да, да. Понятно. Вот же, блин. А, всё, молодцы. Молодцы, пацаны. Уважуха. Если честно, Рокутагин, последнее время ты в своём геймплее преисполнился. Да. Может быть, всё-таки возьмёшь первую лигу соло? Ой, Кэп, не знаю, не уверен. Можно, конечно, потом попробовать, когда желание будет. У меня самая большая проблема в том, что я не преисполнился в своём желании играть в Warface. Мне вот сейчас интересно, я 2 дня поиграю, а потом мне неинтересно. Мне очень тяжело себя заставить вообще зайти. То есть, как бы, не, по приколу, иногда в эту игру даже с кайпом играешь. Но вот так вот сидеть, задройте десятки матчей, чтобы взять первую лигу, вау. Это будет тяжко. Это будет очень тяжко. Лучше пойти на штурме, побегать, рачков пострелять. Посмотрим, в общем. Ладно, видно будет. Не будем говорить ни да, ни нет, там видно будет. Сейчас пойдёт новый сезон, я ворвусь там, а там уже видно будет по желанию. Может и да. Я, в принципе, разработал новый способ, от которого у меня не бомбит. Я ставлю музыку. А это всё отлично. И прочно. Классическую музыку тихо, геймплей громко. И как-то оно успокаивает. Ты такой сидишь, играешь под классическую команду. Тебя нагибает, у тебя пофига. Душевно. Вот так можно, да, наверное, взять первую лигу. Но надо много времени уделить. А у меня ещё сталкер. Да, топ-сталкер. Это вообще топовый пацан. Все убежали в одну сторону, а он в другую. Да причём он ещё и не заходит. Он просто сел, короче, сидит. Чё он ждёт? Чё он делает? Так, я тут дымочек дам, потому что, извини, братан, как бы. Я не доверяю, мне кажется, тебя могут убить выйти. Так, ну, пойдём к нему. А чё делать? Он вообще один тут. Ой, жопа. Бомбу-то у нас отжали. Так. Ах, нет, тихо-тихо-тихо. Давай, тихо-тихо-тихо, давай. Ах, сука, чуть-чуть не получилось. Смотри-ка, они справились. Да, справились. Ну, блин, я минус два дал и третьего подкоцал, не подкоцал. Так-то справились. Не, на самом деле, если честно, мы справились благодаря вот этому снайперу. Он вообще топовый, нормальный пацан стреляет. Снайпер настреливает у нас. Прям тут, как бы, претензий нет. На этой карте на снайпером ещё надо уметь играть. Да, в принципе, на любой карте надо уметь играть. Ну, например, у меня здесь не так хорошо игра идёт. Я снайпером вообще не играю, да. Но на некоторых картах играть снайпером, не знаю, там, на окраине, например. Чё там играет снайпер? Вообще, наверное, надо уметь. Нет, там, конечно, есть какие-то пиксели и так далее. Но против среднестатистических противников там ничего особо уметь не надо. Так. А вот здесь надо уметь играть. А он умеет. Ну, красавчики бы какие-нибудь. Мда. Так, надо обратно. Да-да-да-да-да. Вот сюда. Ты куда? Ну, куда-куда, Кэп? У нас инженер ещё живой у противника. А у нас, получается, никто бомбу не смотрит. Это самый большой недостаток. Самая большая глупость. Как бы хорошо бой не шёл, никогда нельзя оставлять бомбу, особенно если вы противники. Бомба важнее, нежели командная игра. Кэп. Бомба — это и есть командная игра. Вот такие, как ты, понимаешь, вот пройдёт ещё столько же, вот сколько Warface'у уже есть, там, в 10-й год. Вот 10 лет будет Warface'у, будет 20 лет Warface'у. Вот 20 лет будет Warface'у, и будут такие, как ты, которые бегают по карте и просто стреляют, как будто они в командном бою. Так не играется. Весь этот режим, он крутится вокруг бомбы. Либо не дать её поставить, либо поставить и взорвать объект. Всё. Если ты в команде, которая защищает, ты должен выбить бомбу и не отдавать её. Вот, нагнуто. Да-да-да. Ну что, Ракутаген, поздравляю тебя с первым нагибом в 2022. Вот, да. Именно. Есть такое. В нагибе я уже преисполнился, так сказать. Леди и джентльмены, другие подруги, вот так вот неплохо поиграли, хорошенько понагивали. 12 врагов, 6 хэтшотов, 6 к одному. В общем, успех. Нормально у нас такая лошадь, на 5 человек как раз. Проехали на ней и победили. Начинается новый сезон РМ, и я думаю, давненько я регулярно не снимал ролики по Варфейсу. Почему бы и нет? Напишите в комментариях, нравится ли вам вообще тематика, когда я играю соло РМ. Просмотров меньше, потому что мне кажется, в принципе, геймплейные ролики по Варфейсу как таковые, да, где вот летсплеи, они нынче не так популярны, кроме каких-то отдельных челленджей, может быть, кто-то делает. Но я люблю делать летсплеи, я всегда делал летсплеи. Я, наверное, вообще по сути своей летсплейщик, какие форматы не пробовал, но летсплеи мне, наверное, самые близкие. Как вы относитесь к тому, если я буду регулярно снимать соло РМ в качестве летсплеев? Ну и не только РМ, и паблики, захватики, что-нибудь еще, командные бои. И вот, было бы здорово, 2-3 видео в неделю, через день скажу, я бы вполне осилил. Кстати, всех с наступившим. Подписывайтесь на второй канал, там тоже пошла новиночка, все сочно, короче, нагибчик. И ставьте лайки, по желанию, как хотите, якич, шите это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok